Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Помощь порой требуется даже самой сильной и самостоятельной женщине, особенно если у нее на руках двое детей, а рядом нет ни родных, ни друзей. В подобную ситуацию попала Бекки Кинси из Техаса. Ей показалось, что путешествовать с детьми самолетом не так сложно, как обычно рассказывают. Вскоре она поняла, как сильно ошиблась. Итак, Бекки вместе с сыновьями стояла в очереди на посадку. Вдруг младший начал плакать, старший выглядел уставшим и измотанным. Сама Бекки чуть не плакала от отчаяния, она путешествовала без мужа. Ей приходилось заботиться о себе и о своих сыновьях самостоятельно. Тогда одна женщина из очереди повернулась и предложила маме с детьми пройти вперед. «Я сама мама и знаю, что это такое», – сказала она. Младший сын Бекки уснул у нее на руках, и та попыталась унести и его, и багаж. Тогда другая незнакомая женщина предложила ей свою помощь. «Давайте мне, я помогу». Затем обе незнакомые помощницы уверили дважды маму, что «не стоит волноваться, мы сделаем все, чтобы вы попали на этот рейс». Уже в самолете младший Уайетт опять начал капризничать. Тогда одна из пассажирок самолета предложила взять его к себе на руки и держала малыша до конца перелета. Затем она донесла ребенка до выдачи багажа, передала малыша мужу Бекки, а потом обняла ее и поздравила с наступающим Рождеством. О своих приключениях Бекки написала в Фейсбук, ее пост собрал тысячи лайков. Вот как люди отреагировали на поступок женщин. «Это прекрасная история. Она порадовала меня. При том, что сегодня вокруг столько ненависти и расизма. Так и должно быть. Каждый человек на этой планете когда-то был ребенком. Мы должны стараться с пониманием относиться друг к другу и протягивать руку помощи. Спасибо, что напомнили о том, как важно проявлять доброту. Если бы остальные люди так себя вели, представьте, как бы прекрасно нам всем жилось. Пусть Господь благословит женщин, которые пришли на помощь. Я всегда говорила, что пассажиров, которые путешествуют с детьми, в аэропортах нужно пропускать вперед. Это очень утомительно – летать с детьми». Что вы думаете по поводу этой истории? Согласны, что пассажиры с детьми должны получить некоторые привилегии? Напишите нам в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.